Всем привет, я Ах, или Аикс, так нам больше удобно. Интересно, каких деталей нет в России? Это топ 10 деталей, которых нет в России. Поехали. Не забудьте, кстати, поставить 4К. То, как только это видео наберет 500 лайков, сразу я выложу новое видео. Поэтому, прямо сейчас, поставь лайк и погнали. Открывает наш топ, наше видео, руль Affinity V-Bar. Это довольно спорный руль, и его как хейтят, так и многие полюбили. Ну, я сейчас говорю не конкретно об этом рулье, а об этой форме. Кто-то, мол, говорит, что это как Апекс, и такой руль, ну, делать не стоило. Tilt, кстати, сделали такой же, но Tilt Hybrid скоро приедет в Россию, а вот насчет Affinity довольно-таки сложно сказать. От себя хочу добавить, что такая форма руля удобная, как минимум. И я на таком покатался. Далее идут две доски North, одна попроще, другая подороже. Начнем с той, которая попроще. Называется она Extrided. Короче, ее длина 22 дюйма, что 56 сантиметров, и целых 5,3 дюйма в ширину. А это на секундочку 13,5 сантиметров. Квадратные дропы, довольно простой стакан, и на стакане вырез, как у линды. А цена 170 долларов. А вот второй вариант, который называется Transit Forged Deck, немножко поинтересней, ибо здесь уже стакан, как у аддикта, вырез, как у линды, и квадратные дропы похожи на флавр. Мне почему-то ассоциация с флавр. Флекс тормоз. Длина есть 56-58, ширина такая же, целых 13,5 сантиметров. Только цена уже 210 долларов. Но я почему-то уверен, что до России она доедет либо не скоро, либо с большой наценкой. Причем очень большой наценкой. А если приедет, то мне кажется, будет с ней примерно как с TSI. Но не знаю, TSI на аутсете стоит 220 долларов. Задумайтесь. Далее идет доска Crisp Джона Девренда. Первая в России побывала, скажем так, всего лишь пару раз. А это уже V2. Стоит она 140 долларов в магазине Scooter Zone. Это, кстати, американский магазин, и это не австралийский доллар, а USD. Это годная доска, которая заходит четырьмя пеками, с прикольным дизайном. Почему бы ее не ввозить в Россию? Не знаю. Плавно переходим на The World Pro Scooters и возвращаемся к рулям. District HD Chromoli T-Bar. Стоит 70 долларов, высота 69, ширина 60. Аналог Blunt Thermal. Да и завозить его в Россию нет смысла. Просто какой-то обычный таруль. Опять The World Pro Scooters, и здесь у нас уже очень интересная доска, которая называется Sagripisi Sacrifice. Вообще название в переводе мне нравится больше. Жертвоприношение Акаши 120. Цена ее 190 долларов, размер 53 на 12 сантиметров. А вот по расцветкам все гораздо веселее, чем по размерам. Чем-то напоминают детали от Root. Ну, может только мне. Далее идет вилка Suprimacy X-Fork. Верховенство топора. Ну окей. Прайс 80 долларов, и блин, вы зацените дизайн. Ну, а зная эту фирму, я думаю, вилка довольно прочная. Тоже, почему не завозить? Блин, зачетная же вилка. Плавно перемещаемся на Scooter Hut, и здесь видим австралийский доллар, вилку Elite LTD Forks с SKS HIC за 130 австралийских долларов, что примерно 6000 рублей. Ничем не выдающаяся вилка, и тут даже дырки нету. Ну, кому надо. Снова завозят Pro Scooters, и видим годный SKS. Называется он Affinity Concave, стоит 65 долларов, что в переводе на российские рубли всего лишь 4000 рублей. Подходит под толстые, тонкие рули, в комплекте идет проставка, плюс выглядит он зачетненько. И последняя на сегодня деталь, это компрессия. Называется она Lucky TSC Compressor. А многие даже не знают о ее существовании. Ну, там HIC и HIC, понятно, но TSC Compressor. Возможно, некоторые из вас первый раз слышат о ней. Напишите в комментарии. Суть этой компрессии примерно заключается в том, чтобы закручивать ее без помощи дополнительных ключей. И вроде задумка неплохая, но реализация пока хреновая. Ну, короче, эта пластиковая колба, она позволит Pro Scooter, стоит 15 долларов. Эх, у нас бы вряд ли такое покупали бы. А на этом все. Если я не разучился считать, то вроде было 10 деталек. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайк. И комментировать. Все, что вы думаете, пишите в комментариях. Пока.